Как создать классный ютуб канал? Эта аудитория является на ютубе самой ценной и самой редкой. Когда ты смотришь и видишь, что непонятно, что снято, непонятно про что это, он зарабатывает порядка 4-5 тысяч долларов на просмотрах. И вы вдруг начинаете получать огромное количество просмотров, причем, возможно, совсем не на тот ролик, который вы рекламируете. Неважно, сколько подписчиков его смотрит, нифига. Если вы посмотрите статистику, то вы увидите, что средняя зарплата на сегодняшний день мастера в этом деле где-то в пределах и на каждое видео рекомендуется тратить на его продвижение порядка хотя бы. Каким же образом снимать все и вообще, нужны ли вам деньги и для чего? Привет, друзья! В эфире рубрика Ask Me. И сегодня я отвечу на один из самых, наверное, часто задаваемых вопросов. Как создать классный ютуб канал? И сколько времени и денег нужно для того, чтобы это сделать? Смотрите внимательно, потому что сегодня я расскажу вам всю правду и вы узнаете, почему такое большое количество людей сейчас ринулось становиться блогерами. Тема ютуб канала стала очень популярной. Огромное количество человек сейчас стремятся занять свое место в ютубе. Почему это происходит? Ну, ни для кого не секрет, что сегодня телевизор мы стали смотреть гораздо реже и меньше. Нам надоело, что нам постоянно навязывают, что делать, постоянно рассказывают о том, как все плохо и тяжело. Мы хотим сами выбирать, что нам смотреть. И ютуб канал идеальное для этого места. Ведь здесь есть абсолютно разные форматы, абсолютно разные темы. И каждый рассказывает о том, каким образом он видит свой мир. Можно и посмеяться, и научиться. И главное, что для меня главное, познакомиться с очень классными, крутыми людьми, с которыми раньше мы никак не могли знакомиться, до которых раньше не было доступа. А сейчас, просто нажав вот так вот на пультик или достав свой смартфон, вы можете моментально узнать, о чем думают великие люди, как они добились успеха, как заработать денег. Все стараются поделиться с вами чем-то интересным. Ну и естественно, что с каждым днем становится все больше тех людей, которые хотят создать свой канал. Так вот, насколько легко это сделать? Действительно ли каждый может это сделать? Нужны ли для этого деньги? Сколько времени нужно для того, чтобы добиться миллиона подписчиков? И почему у одних людей много подписчиков, а у других мало? Сегодня я хочу разобрать эту тему, потому что я знаю, что она актуальна для очень многих. Так, теперь для тебя. Итак, начнем с первого момента. Если ты хочешь создать свой канал, то первое, о чем ты должен задуматься, это то, о чем ты, собственно, будешь говорить, о чем ты можешь интересным тайком поведать. Если говорить о популярных тематиках, то ни для кого не секрет, что это хайп. Нужно побольше чего-нибудь там трешить, что-то такое устраивать, эротичнее выглядеть и вполне возможно, что подписчиков у тебя будет много. Но перед тем, как это сделать, задай себе главный вопрос. А я вообще зачем это делаю? Для чего мне нужен этот канал? И исходя из этого, уже тебе станет более понятно, что же делать, о чем, собственно, снимать. А следующий момент, о котором необходимо подумать, это то, сколько видео ты хочешь выпускать. Потому что для того, чтобы канал набирал обороты, очень важна регулярность. И для начала хотя бы одно видео в неделю тебе нужно выпускать. Естественно, что если ты хочешь делать очень простые ролики, ну, например, как раньше я снимала в автомобиле, это не требовало от меня какого-то сверх времени. Я просто ехала в машине, устанавливала телефон и рассказывала, 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 затем без всякого монтажа это сливала и, по сути, могла лить такое видео каждый день, потому что просить меня поговорить особо не нужно. Я всегда с удовольствием это делаю. Совсем другое дело, это то, когда ты делаешь профессиональное видео, когда тебе нужна студия, когда ты снимаешь влог, где есть много монтажа. Поверь, один влог снять, это дорогого стоит. И смонтировать хотя бы один выпуск за неделю, это действительно большой труд, над которым чаще всего уже трудится команда людей. Хотя бы один оператор и один монтажник, а когда ты начнешь развиваться, этих людей станет больше. Соответственно, у тебя как минимум появится затратная часть для тех людей, которые будут это делать. Либо же все твое время будет посвящено исключительно съемкам. И все-таки вернемся к главному моменту. Какая цель канала? Потому что если вы просто решили попробовать, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Нам всегда важна цель. Зачем? Зачем я хочу сделать этот канал? Ответьте себе честно на этот вопрос. Сейчас расскажу о том, зачем вообще это делается. Ну, момент первый, это особенно пример касается каналов каких-то развлекательных и детских, где взрослые люди играют в куколы. Здравствуй, бэби, здравствуй, лолик. Зачем они это делают? Безусловно, детская аудитория огромная. И, конечно же, миллионы просмотров, которым завидует любой бизнес-блогер, когда ты смотришь и видишь, что непонятно, что снято, непонятно, про что это, какие-то куколки, какие-то бэбики, и при этом 300 миллионов просмотров. Как? Фантастика какая-то. На чем же зарабатывают эти люди? Прежде всего, первое, это те деньги, которые платит YouTube за просмотры тем, кто делает такие видео. Действительно, на этом можно зарабатывать, и есть некоторые блогеры, которые зарабатывают на этом десятки тысяч долларов, а некоторые сотни. Но, конечно, для этого надо очень серьезно потрудиться. И если у вас нету вот такой массовой супер-темы, то, в принципе, заработок может исчисляться четырьмя, пятью тысячами долларов, где-то так. Кстати, канал, один из каналов Уилсон, у которого, по-моему, 5 миллионов подписчиков, недавно поделился, что он зарабатывает порядка четырех-пяти тысяч долларов на просмотрах. Это копейки, учитывая тот фактор, сколько стоит ему содержание и производство каналов. Поэтому на этом, конечно, сильно не разбогатеешь, если твоя тема, ну, не про бэбиков и бобиков. Момент номер два. Если вы делаете интересный канал, куда вы привлекаете взрослую аудиторию, которая интересна рекламодателям, а взрослая аудитория, это, как правило, где-то порядка двадцати четырех и сорок, где-то выше. То есть люди, которые уже имеют деньги, люди, которые интересуются развитием, бизнесом, дорогими машинами, всем, что связано с какими-то такими коммерческими вещами, эта аудитория является на ютубе самой ценной и самой редкой. Потому что эту аудиторию привлечь сложнее, и здесь уже просто бобиками, бэбиками и голой грудью не обойдешься. Так что приходится включать мозг и по-настоящему над этим трудиться. В чем важность и ценность здесь? Безусловно, теми рекламодателями, которые хотят попасть на твой канал и готовы заплатить весьма солидные деньги для того, чтобы ты показал их своей аудитории. Безусловно, здесь нужно изощряться, показывать качественный контент, работать, думать над тем, как это встраивать в свои блоги, но деньги здесь есть. Буквально в следующем выпуске я расскажу вам о том, сколько зарабатывают самые топовые бизнес-блогеры и блогеры, которые имеют именно ту аудиторию, о которой я расскажу. Так вот, когда вы определяетесь с целью вашего канала и понимаете, что, к примеру, я хочу сделать классный влог с хорошей аудиторией, ваша цель задаться вопросом, а какая тема, что конкретно будет интересно тем людям, которые мне необходимы? И уже исходя из этого развивать свой канал, не забывая о том, что, а, это должно быть интересно вам, б, у вас должно это получаться и ц, вы готовы всецело себя этому посвятить. Потому что YouTube это не просто формат, где вы можете иногда что-то повещать. YouTube это серьезная работа. И если вы думаете зарабатывать на этом деньги и продвигать свой собственный бренд, что, кстати, также является очень важным моментом для предпринимателей, именно поэтому такое количество большое предпринимателей ринулись в YouTube, дабы продвигать свой собственный бренд и те услуги, которые продают их компании, это будет непросто. Но, если вы готовы пройти этот путь, why not? Так, я такая умная, прям все помню. Итак, вы определились, что YouTube вам все-таки нужен. Каким же образом снимать все? И вообще, нужны ли вам деньги и для чего? Безусловно, сам YouTube пока что является бесплатным. Лей, лей, наливай, сколько хочешь. Но, важно определить, если вам нужна команда людей, да, кто вам нужен. Вам нужен один оператор или два оператора, вам нужен монтаж, сколько времени у вас будет уходить на монтаж. Если ничего этого не нужно, то вы можете изначально вполне обойтись приличным телефоном или просто экшн-камерой. Если же вам уже необходимо снимать все достойно, то приготовьтесь потратиться. Потратиться на людей. Средняя зарплата, часто спрашивают, сколько стоит. Средняя зарплата на сегодняшний день мастера в этом деле, где-то в пределах 500 долларов нужно быть к этому готовыми. Плюс-минус, в зависимости от того, как вам повезет и кого вы найдете. Но не ждите, что прям все специалисты ринутся к вам. Нет, скорее всего, вам придется кого-то подращивать. Следующий момент – это, безусловно, на чем вы все это будете снимать? Если вы хотите весьма неплохой комплект техники, пару камер, штативчики, более-менее свет, приличный компьютер, на котором вы все будете это монтировать с хорошей видеокарты, видите, как я уже заговорила, приготовьтесь еще выделить бюджет примерно 10 тысяч долларов. Вот у нас ушло столько денег для того, чтобы минимально решить технические вопросы. Как видите, здесь есть тоже деньги. В месяц все это производство будет обходиться вам от 1000 долларов и выше, в зависимости от тех затрат, которые вы будете нести на персонал и на те съемочные вещи, которые вам понадобятся. Студии, ну или что-то другое. Поэтому затраты непременно будут. Также не забываем о том, что мало выпустить видео, важно, чтобы его еще смотрели. Здесь вопрос гораздо интереснее, потому что, в отличие от других рекламных каналов, YouTube очень своеобразен и дает трафик тоже очень своеобразно. Вы можете потратить и купить очень большое количество просмотров своих видео. И наверняка вы частенько видите, когда подписчиков у канала не много, а просмотры в 500 тысяч. И многие говорят, вау, класс, этот канал смотрят, круто. Не важно, сколько подписчиков его смотрят, нифига. Если вы посмотрите статистику, то вы увидите, что такие видео очень часто смотрят 10 секунд, 15 секунд, минуту. И все. То есть люди как бы приходят, но они не остаются. И ценность как раз далеко не в просмотрах. Это ошибочно так считать. Ценность как раз заключается в том количестве подписчиков, которые у вас остаются и смотрят вас на регулярной основе. И это действительно так. Так вот, здесь все очень интересно, потому что в любом случае видео нужно продвигать. И на каждое видео рекомендуется тратить на его продвижение порядка хотя бы 200 долларов рекламного бюджета. И да, здесь мы снова получаем большое количество просмотров, но очень с большой вероятностью маленькое количество подписчиков. И для того, чтобы подписчиков становилось больше, видео, что называется, должно зайти. Грамотный тизер, который воспримет аудитория. Вы часто видите такие маленькие рекламные ролики перед тем, как включать, например, мое видео. А там кто-то другой вещает, да, в течение минутки. Вот вы его там можете пропустить или не пропустить, это тоже как раз момент покупки рекламы. И здесь уже необходимы специалисты или ваш личный ум, который разбирается, понимает, анализирует и плюс-минус понимает, что с этим всем делать. Ну, кстати, самым главным помощником в продвижении Ютуба, знаете, кто является? Сам канал Ютуб. Ютуб очень умный. И если вы снимаете классные, качественные видео в хорошем разрешении, интересные, их начинают плюс-минус смотреть, именно Ютуб дает самый большой трафик. Он рекомендует вас, показывает вас, выдает вас где-то. И иногда вам везет, ваши видео попадают в тренды. И вы вдруг начинаете получать огромное количество просмотров, причем, возможно, совсем не на тот ролик, который вы рекламируете. И количество ваших подписчиков начинает расти, расти и расти. Так что с Ютубом нужно складывать свои особенные отношения. И главное, на что вы должны настроиться, это то, что трудиться придется многое. И далеко не всегда ваши усилия будут входить и показывать какой-то результат. Но это обязательно случится рано или поздно, если терпения у вас хватит. Так, сейчас еще раз. Да. Также не могу не сказать еще о некоторых способах продвижения. Первое, безусловно, не забывайте использовать ту аудиторию, которая у вас уже есть в других социальных сетях. Если вы ведете Инстаграм, Контакт, Одноклассники, Фейсбук, не забывайте шейрить эти видео. Для того, чтобы вся аудитория потихонечку сливалась и знала, что вы занимаетесь Ютубом. Второй момент, это, безусловно, какие-то коллаборации. Если вы с кем-то знакомы или вы видите каналы, которые по интересу, но по количеству аудитории примерно совпадают, здорово, делайте коллаборации. Покупать рекламу у больших блогеров, это очень круто. И если у вас реально классный канал, то вы сможете получить большое количество подписчиков. Но о том, сколько стоят такие коллаборации, я расскажу вам в следующем выпуске. Это я уже рассказала. Главное, что вы должны знать о Ютубе, это то, что Ютуб – это бизнес. И именно это определяет то, что сейчас у хороших предпринимателей получается развивать Ютуб-канал. Потому что хороший предприниматель знает простые основы бизнеса, знает их и выполняет. Первое. Для того, чтобы получилось, нужен хороший продукт. Интересные видео, интересные темы, интересный вы, интересный контент, хорошее качество съемки. Продукт должен быть на уровне. Второе. Это маркетинг. Хочешь ты или не хочешь, но если... Нет, простите, сейчас еще раз. Давайте еще раз. Все не так? Каждый хороший предприниматель отлично знает, что Ютуб – это бизнес. Именно поэтому у предпринимателей весьма неплохо получается развивать Ютуб-канал. Для того, чтобы Ютуб развивался, в него нужно вкладывать деньги. И не только это. Начнем со всех этапов, которые есть в бизнесе. Первое. Это, безусловно, продукт. То, что вы вещаете, должно быть интересно и нужно людям. Если вы скучны и неинтересны, если вокруг все неинтересно, если вот все как-то не так, не думайте о том, что у вас получится. Вполне вероятно, что все ваши усилия ни к чему конкретному не приведут, и у вас каналчик останется дохленький и неинтересненький. Номер два. Это упаковка. Нужно быть хорошо упакованным. Что такое хорошо быть упакованным на Ютуб? Помимо хорошего дизайна канала, хорошего дизайна вашего видео, это все должно быть достойно снято. Хорошие камеры, хороший монтаж и прочие вещи, которые постоянно делают ваш продукт интереснее. То есть он интересный изнутри, и он привлекательно выглядит для тех потребителей, которые их смотрят, для зрителей прежде всего. И третий пункт, который есть в любом бизнесе, это маркетинг. Маркетинг это то, что люди видят, то, в каком количестве они это видят, то, где они это видят. И соответственно, то количество денег, которые вы вкладываете во все это действие. Потому что хочешь не хочешь, а если реклама у тебя не будет, если ты не будешь работать над тем, чтобы постоянно люди видели тебя, раздражались с тобой, бесились с тобой, говорили, ну что она надела, ну что она говорит, ну как она выглядит, ну это ужасно. Если люди начинают говорить, зашибись, как круто, радуйтесь, не важно, что они говорят, лайки, дизлайки, пофиг. Главное, что о вас начали говорить, это говорить о том, что маркетинг ваш работает, а количество подписчиков увеличивается каждый днем. Запомните эти несложные вещи и попробуйте внедрить. И в следующий раз, когда вы захотите снова сказать, почему у вас такой маленький канал, или снимите видео какое-то другое, попробуйте-ка сделать это сами, хотя бы разочек, и вы увидите, какой колоссальный труд это делать классный YouTube канал. Поэтому для того, чтобы YouTube состоялся, будьте готовы отдавать себя полностью и посвятить себя этому делу хотя бы на несколько лет. Когда вполне возможно, что золотая кнопка будет у вас в кармане. И вполне возможно, что вы заработаете все те деньги, которые хотите, или получите ту славу, о которой мечтаете. Уже в следующем выпуске я расскажу вам о том, сколько стоит реклама у самых топовых блогеров СНГ. И я уверена, что эта информация не оставит вас равнодушными. Напишите в комментариях, было ли вам полезно это видео, что еще вы хотели бы знать. Не забывайте о том, что каждую неделю вы можете задавать мне свои вопросы, а я буду вам отвечать. Хорошего дня, друзья, и пусть у вас все получается. Не забудьте о лайке. Субтитры сделал DimaTorzok